Жизнь состоит из привычек, и повторяемые множество раз изо дня в день, они формируют человека и его жизнь, то, как он относится к ней и воспринимает. То, что совершается однажды, не имеет такой силы влияния, как повторенное множество раз действие. Поэтому стоит обращать внимание на то, из чего состоит мой день, и перекраивать его таким образом, чтобы он состоял из таких действий, которые, став привычками, разовьют, обогатят, расширят, улучшат меня. Пристальным взглядом рассмотреть каждое свое действие, которое я вплетаю в ткань дня, и задаться вопросом. «Хотел бы я, чтобы оно стало привычкой и в итоге имело огромное влияние на меня?» Тогда можно обнаружить, что много действий можно просто отбросить, исключить, так как они не проходят отбор по этому вопросу. И дальше спросить себя, какие действия надо включить в каждодневную рутину, которые я бы хотел, чтобы стали постоянной привычкой, которые, я знаю, превратившись в привычку, наверняка разовьют меня, сделают счастливее, сильнее, увереннее, смелее, расширят мое понимание. Это первый шаг – саморефлексия и оценка текущей моей ситуации, а также определение и продумывание ориентиров, которым я хочу стремиться. Шаг необходимый, но на нем не заканчивается процесс. Дальше предстоит внедрять этот переход от старого к новому. Этот переход – это вначале постоянный выбор, как поступить – по старому привычному сценарию или по новому. Сознанию очевидно, что от старого надо отказаться, а к новому – идти. Собственно, эту работу оно уже проделало в первом шаге. Но поначалу этот переход может даваться или казаться непростым, так как что-то будет сопротивляться, будет тянуться в сторону старого поведения. Тем не менее, к этому не надо относиться как к разочаровывающему. Ну вот, у меня ничего не получается. На самом деле, я нахожусь на пути к полноценному переходу от старого к новому. И я точно перейду. И чем чаще я буду совершать каждый выбор в сторону нового, отказываясь от старого, тем ближе я приближаюсь к окончательному переходу. Продолжение следует...